Новочебоксарск, АллатРя, с 2015 года еще и Канаш. Три индустриальных города Чувашии включены в программу модернизации моногородов. Рабочая группа правительственной комиссии побывала в городе железнодорожников, чтобы на месте обсудить первоочередные задачи. Сложность ситуации в моногородах оценивают по принципу светофора. Канаш сегодня подает красный сигнал. Два градообразующих предприятия города, в том числе и автоагрегатные, на грани закрытия. Половина трудоспособного населения города уже сейчас выезжает на заработки в другие места. Поэтому так важно детально проработать все варианты занятости людей. Мы знаем, через какие трудности прошел город. Здесь я была два года назад, и тогда обсуждался вопрос о закрытии градообразующего предприятия. Мы видели тревожные лица сотрудников, мы видели, как переживает администрация, как переживает республиканская власть. И тогда было принято решение, что не дожидаясь сокращения, нужно работать над тем, чтобы создавать новые производства. Процесс создания новых производств будет осуществляться под строгим контролем рабочей группы, подчеркнула Ирина Макиева. Основная задача сегодня – проверить жизнеспособность уже существующих инвесторов и привлечь новых. В «Аллатре» и «Ново-Чебоксарске» программа модернизации реализуется успешно. Эти два моногорода вошли в пятерку лучших по стране. Но успокаиваться на достигнутом еще рано, считает глава республики. Ставку делают на строительство индустриального парка. Уже есть резиденты, готовые там работать. Например, Аурат СВ, Дивилей и другие. Сейчас вплотную занялись созданием инженерной инфраструктуры. По программе «Моногородов» Канаш получит 645 миллионов рублей из федерального бюджета. Таким образом, когда все инвестиционные проекты заработают на полную мощность, в Канаше появится почти 2000 новых рабочих мест. Дарина Игнатьева, Надежда Яковлева, Сергей Рябчиков, Республика.